В России не останутся безучастными к судьбе монахов Киево-Печерской Лавры в случае их выселения из монастыря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он вновь отметил, что Москва осуждает давление киевского режима на священнослужителей Украинской Православной Церкви. Мы осуждаем, решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую Православную Церковь. У стен Киево-Печерской Лавры появились автозаки и полицейские с автоматами. Об этом сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протеерей Николай Балашов. РПЦ продолжает следить за развитием событий, сказал он. В монастыре собралось несколько тысяч верующих. Этим утром они заблокировали работу комиссии, приехавшей в Киево-Печерскую Лавру. Сегодня там должна была начаться опись имущества. Прихожане этого не допустили. Они всю ночь охраняли православную святыню от захвата и заставили представителей госкомиссии покинуть территорию Лавры. Те пообещали вернуться с полицией. Сами монахи заявляют, что до окончания судебного разбирательства никуда из обители не уйдут. Иск в Киевский суд уже подан. Первое заседание пройдет 26 апреля. Митрополит Павел, наместник Лавры, накануне обратился к президенту Украины, заявив, что Господь не простит ему изгнание служителей церкви. С подробностями наш корреспондент Владимир Синельников. Монахи Киева Печерской Лавры отказались подчиниться требованиям украинских властей и покинуть свою обитель. Их поддержали сотни верующих, которые остались ночевать на территории монастыря в храме Агапита Печерского. Руководитель Синодальной информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, Митрополит Нежинский и Прилукский Клемен заявил, что монахов из Лавры выселять не будут, поскольку для этого нет юридических оснований. Департамент культурного наследия Минкульта заявил о начале работы в четверг инвентаризационной комиссии, которая до 1 мая должна провести полную опись имущества, подлежащего передаче государству. Помещения Лавры будут опечатаны, а и монахов туда не пустят. Однако настоятель Киева Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что представителей комиссии на территорию монастыря не допустят без соответствующего решения суда. Также митрополит Павел обратился к Зеленскому, заявив, что Господь не простит президенту и его сторонников выселение монахов из Лавры. Господь не простит ни вам, ни вашей родине за этот поступок. Митрополит Павел сообщил о намерениях власти отобрать не только Киево-Печерскую Лавру, но также и Почаевскую Лавру и другие православные монастыри. Сам Зеленский в вечернем видеобращении заявил, что выселение монахов из Лавры – это, цитирую, «шаг в защите общества от московских манипуляций религией». То есть президент Украины рассматривает выселение монахов из Киево-Печерской Лавры только как начало процесса полной зачистки, тем самым косвенно подтвердив заявление митрополита Павла о том, что будут отобраны и другие православные монастыри и храмы. И в том же видеобращении Зеленский назвал Украину, цитирую, «территорией самой большой религиозной свободы» – «в этой части Европы». Раскольники из Православной Церкви Украины уже назначили своего наместника Киево-Печерской Лавры. Им стал архимандрит Аврамий. Утро в четверг верующие не допустили представителей комиссии Департамента культурного наследия в храмы Агапита Печерского и Рождества Богородицы, а также в 55-й корпус монастыря, который они пытались опечатать в первую очередь. Сторонники канонического православия вытеснили их за пределы Лавры. Представители комиссии, в свою очередь, заявили, что они обратятся в правоохранительные органы. Владимир Синельников, Вести ФМ. Атаку на Киево-Печерскую Лавру сравнили со священной войной без компромиссов. Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук считает, что Зеленский сжег за собой все мосты, санкционировав преследование по религиозному признаку. Почести на Западе вскружили ему голову настолько, что он решил отречь целую страну от канонического православия, то есть вычеркнуть тысячелетнюю историю народа, заявил Медведчук. Он напомнил, что в свое время этого не смог сделать ни хан Батый, ни польские и австрийские короли, ни гитлеровцы. Но Зеленский, по мнению политика, рассчитывает на военную и финансовую помощь Запада. Однако, по замечанию Медведчука, в вопросах веры ни оружия, ни деньги никому еще не помогали. Сразу два негативных явления ожидают нашу планету в ближайшее время. Ученые предупредили, Земле угрожает параллельно и вспышка на Солнце, и корональная дыра на осветиле. Все это может вызвать сильные геомагнитные бури. Впрочем, в Институте земного магнетизма и распространения радиоволн Российской Академии Наук поводов для серьезных опасений не видят. Там объяснили, что расположение последней вспышки таково, что плазма от нее вряд ли заденет нашу планету. Но ощущать последствия такой солнечной активности особо чувствительные люди могут, особенно в выходные. Что же нас ждет и как к этому подготовиться, выясняла Марина Костюкевич. Солнце взбунтовалось и готовит для Земли сразу две каверзы – вспышку и корональную дыру. Ученые предупредили, особенно опасны их объединения. Если сойдутся в одном периоде и гигантская корональная дыра, и вспышка самого высокого класса Х, то земляне могут почувствовать к выходным мощнейшую геомагнитную бурю. Особенно впечатляет дыра – это условное гигантское отверстие, которое красуется сейчас на солнечном диске в 20 раз больше Земли. Солнечный ветер, который дует из такой дыры, может разгоняться до 800 км в секунду, говорят ученые. Впрочем, ранее, 1 марта, подобная дыра уже зияла на Солнце, причем была во много раз больше, и мы ее спокойно пережили, говорит доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев. Само явление корональной дыры – это явление обычное, как на Солнце есть пятна, вспышка, это и все дыры корональные. 90% из них, по сути, никаких последствий крупных не вызывает. На данный момент действительно на Солнце какие-то особенности можно найти, но никаких структур или событий, которые могли бы вызвать магнитные бури крупные в ближайшие дни или неделю, я уверенно говорю, на Солнце сейчас нет и не происходит. Вторая опасность – это вспышка класса Х1-27. Она возникла около западного края диска Солнца. Произошло это сутки назад. Да, вспышки класса Х самые сильные, причем их мощность зависит от индекса. Чем он выше, тем сильнее вспышка. Например, Х10 в 10 раз интенсивнее, чем Х1. Если их масса достигает Земли, то у нас могут происходить самые сильные геомагнитные бури и самые масштабные отключения коротковолновой радиосвязи. В данном случае о каком-то серьезном воздействии на Землю речь не идет, убеждает Сергей Богачев. Хотя факт вспышки подтверждает. Действительно, как бы готов подвергить, что была вспышка вчера на Солнце класса Х. Не рекордная, но довольно заметная. Но вспышка в вспышке рознь, потому что вспышка может быть, скажем, на обратной стороне Солнца. Я условно объясняю. И, конечно, на Землю никак не может влиять. Может быть, на краю Солнца. Поэтому важно и положение вспышки, и важно, были ли какие-то выброшенные массы вещества в сторону Земли. В данном случае вспышка была, она от наблюдения научные. Не обнаруживают какие-то последствия, которые могут Земле угрожать. То есть Солнце в целом сейчас имеет некую повышенную активность. Но эта активность, она не обязательно проявляется на Земле. Как поясняют российские ученые, плазма от последней вспышки вряд ли заденет нашу планету, скорее всего, пролетит мимо. Но если такое вдруг произойдет, то в совокупности с ветром из корональной дыры это может в предстоящие выходные вызвать магнитную бурю. В любом случае, чувствительные к природным катаклизмам и магнитным бурям люди могут почувствовать некие изменения в своем состоянии. Многие уже с 29 марта ощущают нетипичные головные боли, сонливость и слабость. И связывают это с наступающей магнитной бурей. Чаще всего это психологическая реакция на информацию о возможной буре. Но иногда действительно солнечная активность может сказываться на здоровье, говорит терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева. Сильные головные боли болят в голове. Это нарушение магнитных болей. Это разница давлений в атмосферном. Да, она очень важна. И поэтому нужно, конечно, подготовиться. Во-первых, хорошо, что это выпало на выходные дни. Люди могут отоспаться. Режим отдыха включить. Релакс. А если человек все-таки страдает хроническим заболеванием, сердечно-сосудистая система, гипертоникам особенно, людям с хроническими головными болями, тут нужно уже за собой усилить контроль, измерять давление и с диабетиком, изменять уровень сахара в крови, принимать вовремя таблетки, отдыхать и не перегружать желудок. Доктора рекомендуют в этот период всем отказаться от высоких физических нагрузок, активных занятий спортом, шоппинга и походов. Не стоит и переедать. Приветствуется сбалансированный рацион с преобладанием овощей, фруктов, рыбы, чая и воды. Рекомендованы неспешные прогулки, прослушивание музыки, просмотр фильмов без криминальной составляющей. Но главное, говорят специалисты, не паниковать. Страх и тревожность усиливают негативные физиологические проявления. Тем более, как уверяют ученые, никаких предпосылок для беспокойства нет. Марина Костюкевич, Вести ФМ. Один самокат, один человек. Теперь это правило прописано в законе. Если его нарушить, придется заплатить штраф в 800 рублей. Новые поправки в ПДД уже вступили в силу. Напомнили самокатчикам. Им теперь нужно хорошо учить правила дорожного движения. Весь электротранспорт с марта получил новый статус. К чему он обязывает пользователей электросамокатов и гироскутеров, расскажет наш корреспондент Олег Яхонтов. Ездить вдвоем на электросамокатах было нельзя согласно правилам фирм, сдающих средства индивидуальной мобильности в аренду еще с момента их появления. Это обязательство соблюдали далеко не всегда. И максимум, что могли сделать сотрудники кикшеринговых компаний, заблокировать аккаунт пользователя на какой-то срок. И то только в том случае, если его схватили с поличным. После того, как средства индивидуальной мобильности получили статус транспортного средства в правилах дорожного движения, запрет на поездки на электросамокатах вдвоем обрел силу закона. По словам сотрудников ГИБДД, во-первых, средство индивидуальной мобильности не рассчитано на большой вес и быстро ломается. Причем это может произойти прямо во время движения. Во-вторых, электросамокатам при перевесе сложнее управлять даже на плавных поворотах. А при падении вдвоем или втроем травмы могут быть гораздо серьезнее. За соблюдением этого правила отныне будут следить инспекторы ГИБДД, которые будут выписывать штрафы 800 рублей. Тем временем, новый сезон для средств индивидуальной мобильности, который кикшеринговые компании уже поспешили открыть во многих российских городах, начался с серьезной аварии, когда в Челябинске на повороте 18-летний юноша на электросамокате врезался в пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Авария попала в поле зрения камер видеонаблюдения и молодого человека быстро нашли. Теперь он будет отвечать сразу по двум статьям административного кодекса за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью и за оставление места ДТП. Сама пенсионерка попала в больницу с травмой ноги и сотрясением головного мозга. В Челябинске, по словам ее дочери, она ухаживает за своей матерью. Моей бабушке 92 года. Она лежачий человек. И она за ней ухаживает несколько лет. Теперь этот ужасный человек взял и сбил мою маму. Теперь моя мама не может ходить, не может вставать, не может спать. У нее ужасно болит голова. И на что он отвечает, что не будет ни суда, ничего не будет. Я не буду это спускать на тормозах. Своё обращение дочь пострадавшей записала после того, как виновник ДТП Константин стал активно и порой нагло общаться в социальных сетях, отвечая на гневные комментарии горожан, требующих его наказать. По его словам, он сожалеет о произошедшем, а суда не будет, поскольку он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Не справился с управлением. Я хотел сделать трюк, но получилось так, что мы врезались. Причем очень жестко. Хотел оказать помощь, но если не моя усталость и вид, я бы помог бы встать. Но так как я был очень ужасно голоден, я уехал, и случилось вот так, что я не помог. Видите ли, с детства стою на учете, поэтому так вот и происходит. Пока виновника ДТП действительно оштрафовали на 800 рублей. Дочь пострадавшей собирается подавать на молодого человека в суд, а если он действительно из-за умственной отсталости, которая косвенно подтверждается его комментарием, не может отвечать за свои поступки, то ответить придется его родителям или законным представителям. Олег Яхонтов, Вести ФМ. В Париже проведут референдум о запрете прокатных электросамокатов. Голосование пройдет 2 апреля. Парижанам нужно будет ответить на простой вопрос, должна ли в городе и дальше работать аренда самокатов. Мэр французской столицы Энны Дальга назвала эту проблему крайне противоречивой. Сама она склоняется к запрету, рассказывает наш корреспондент во Франции Александр Зуев. В последние годы электрические самокаты стали едва ли не самым популярным средством передвижения в городе у молодежи, оставив далеко позади даже велосипеды. Компании по прокату самокатов действуют в двухстах французских городах. Их услугами ежедневно пользуются 2,5 миллиона человек. Удобно, практично, дешево и опасно. Дискуссии вокруг электросамокатов начались едва ли не сразу после их появления. Противники этого средства передвижения говорят, что молодежь не соблюдает правила дорожного движения, носятся по тротуарам, часто создавая аварийные ситуации, в которых страдают и пешеходы, и сами самокатчики, бросают машины где ни попадя. В 2018 году власти ужесточили правила пользования электросамокатами и заставили их прокатчиков под угрозой запрета бизнеса ограничить скорость 25 километрами в час. Но, судя по всему, это не слишком помогло, и идея запретить прокат самокатов снова витает в воздухе. В конце марта заканчиваются контракты с парижской мэрией у трех компаний-операторов проката. Мэр-социалист Анн Идальго не хочет их продлевать, но рассчитывает опереться на общественное мнение. Для этого в Париже 2 апреля пройдет и референдум с единственным вопросом, нужно ли запретить прокат электросамокатов. Эту идею в основном поддерживают граждане в возрасте за 35 лет. При этом они более социально активны, в отличие от молодежи, которая в своем большинстве может проигнорировать голосование и таким образом поставить под угрозу деятельность столицы компаний по прокату электросамокатов. Но те не готовы сдаться без боя и развернули активную агитационную кампанию, призывая молодежь принять участие в референдуме. «Мы осознаем, что многие граждане от 18 до 35 лет просто не знают о предстоящем референдуме», заявил официальный представитель компаний, подтвердив, что те наняли несколько популярных блогеров с сотнями тысяч подписчиков. По его словам, это обычная практика в 2023 году. И в результате в последние дни ленты этих инфлюенсеров запестрели призывами защитить право пользоваться электросамокатами. Главные аргументы – самокаты экологичны, дают возможность избежать пробок и дешевле, чем такси. Также на стороне противников запрета электросамокатов выступил министр транспорта Франции Клеман Бон. Вместо споров «за» и «против» нужно сказать «за», но по новым правилам, заявил министр. Первое, что предлагает сделать Министерство транспорта, это поднять минимальный возраст, которого можно пользоваться электросамокатами на два года до 14 лет. Также будут увеличены штрафы за наиболее распространенные нарушения правил пользования самокатами с 35 до 135 евро. Это езда по тротуарам, превышение скорости, разговоры по телефону во время движения, езда вдвоем на одном самокате. При этом обязанность следить за соблюдением некоторых из этих правил будет возложена на компании по прокату. Кроме того, от прокатчиков потребуют снабдить электросамокаты идентификационными номерами, чтобы было легче выписывать штрафы, и мигалками для лучшей видимости. А еще им будет разрешено самим штрафовать пользователей за небрежную парковку самокатов. Александр Зуев, Европейское бюро Вести ФМ, Франция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова